В начальный период создания и становления советской атомной промышленности возник ряд серьезных радиационно-гигиенических проблем. Одной из таких проблем являлись высокие уровни радиоактивного загрязнения поверхности и воздуха в производственных помещениях. Это приводило к возникновению профессиональных заболеваний. Вскоре стало ясно, что выпускаемые отечественной промышленностью и имеющиеся в советской армии средства индивидуальной защиты противогазоизолирующие костюмы для атомной промышленности не годятся. Возникла необходимость создания средств индивидуальной защиты специально для атомной промышленности. Решение этой проблемы было порочено биофизическому отделу Института гигиены труда и профессиональных заболеваний Академии медицинских наук. В мае 1953 года эта задача была поставлена перед молодым ученым Семеном Михайловичем Городинским, который возглавил в Институте группу средств индивидуальной защиты. Под его руководством в течение нескольких месяцев в 1953 году был создан первый в СССР пневмокостюм типа ЛГ, предназначенный для проведения ремонтных и аварийных работ в условиях высоких уровней радиоактивного загрязнения. Костюм гарантировал полную изоляцию организма от окружающей среды рабочей зоны. С первого взгляда кажется, что этот полупрозрачный комбинезон не может являться средством защиты от радиации. На самом же деле устроен он непросто, и материалы для него выпускались специальные. Пневмокостюм типа ЛГ состоит из двух основных частей – защитной оболочки и системы вентиляции подкостюмного пространства. Комплектуется он также шлангом и резиновыми перчатками. Защитная оболочка пневмокостюма представляет собой комбинезон, изготовленный из поливинихохлоридного пластиката с шлемом. Материалы для костюма – пленки и пластикаты, легко отмывающиеся от радиоактивных загрязнений. Уже с 1954-1955 годов разрабатывались Городецким совместно с двумя лабораториями научно-исследовательского физико-химического института имени Льва Яковлевича Карпова. Спереди комбинезона имеется лаз, через который осуществляется вход в костюм и выход из него. Рукава комбинезона оканчиваются пластмассовыми кольцами или резиновыми манжетами, а не из брюк – резиновыми манжетами или приваренными к брюкам бахилами, как мы видим в данном случае. Бахилы позволяли работать в костюме на поверхностях, залитых водой. В верхней части костюма на спине расположен штуцер. К нему крепится шланг, по которому от пневмолинии в головную часть костюма подается чистый воздух. Для дыхания и вентиляции подкостюмного пространства. Поток воздуха, омывая смотровое окно, проходит внутри костюма сверху вниз и выходит наружу через клапаны, расположенные внизу комбинезона. Циркулирующий воздух удаляет из подкостюмного пространства выделяемое организмом человека тепло, что исключает перегрев тела. В подкостюмном пространстве создавалось избыточное давление, которое не позволяло проникать загрязненному воздуху внутрь костюма. При этом смотровое окно не запотевало, и в костюме можно было работать в течение 4-6 часов. С 1956 года такие костюмы выпускались, созданные на базе бывшей промысловой артели Киморской фабрики имени Горького. Они нашли широкое применение на атомных электростанциях, атомных ледоколах и атомных подводных лодках. Использовали подобные костюмы и при ликвидации последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Продолжение следует...